Ну вот, друзья, я обещала вам показать мою дуболистную гортензию бургунди во всей ее красоте. Но еще не совсем она полностью поменяла цветность, но вот так она сейчас у нас, видела, выглядит. Поскольку температура у нас снизилась ночью, где-то до 6 градусов, 6-8, и она начала менять цветность. Смотрите, какие уже становятся багряные листочки. Вот эти соцветия, конечно, можно уже было бы посрезать. Их вот так вот посрезать. Но я их не срезаю весной, потому что они все равно украшают вот такой шикарный куст. Сейчас у меня лист еще не полностью поменял свою цветность. Еще есть и зеленые. Но вот так вот, видите, он постепенно-постепенно меняет свою цветность. Где солнца больше, наверное, я так понимаю, там и листочки красивее. Уже полностью он весь будет такой. Вот такой, видите. С этой стороны он еще зеленоватый только прожилки. А с этой стороны он уже вот такой багряно-бордовый какой-то. А дальше он еще больше будет менять цветность. Сейчас я отойду и покажу вам кустик полностью весь. Он уже у меня не маленький. Вот такой вот он. Отводочка у меня осталась. Она не цвела, но осталась. Ее отсаживать сейчас не буду. Буду отсаживать. Я вообще-то планировала его осенью выкопать и разделить на два куста. Но делать эту осень я не буду. Я вот подумала и решила это сделать весной. Поскольку у нас, похоже, будет холодное. Рано начались какие-то изменения природные. Поэтому я это сделаю рано весной. Выкопаю его, разделю. Вот такой вот красивый. Высокий куст. Куст где-то метра полтора. Стебли прям такие крепкие, мощные. Прямо стоячие, видите, да? Прямо дресневевшие. Ну вот я уже говорила, вот эти соцветия можно срезать. Соцветия эти. Но тоже до весны я их не трогаю. Обрезаю весной. Потому что эти соцветия тоже будут еще менять цветность. Сейчас они как-то более, ну, как-то коричневатые. Золотые какие-то. Вот такие вот. Вот здесь вот больше видно. Видите? Они тоже еще будут менять цветность. И куст стоит нарядный практически до весны. Потом все равно он сбрасывает, конечно, листву. Но не обрезаю. Не обрезаю. Соцветия оставляю полностью. И очень. Ну вот. Вот такой вот обзор. Я все-таки долго присматривалась к девчатам нашим в парке по гортензиям. И решила себе тоже приобретать. Потому что что-то прибольно красивое вообще растение. Но нужно уметь за ним ухаживать. Вот это именно. Это дуболистная гортензия. Сорт бургунди. Она у меня вообще беспроблемная. Вот я ее посадила. Может быть, потому что здесь затишок из-за дома. Я не знаю. Сквозняка как бы нету. Но проблем она у меня вообще никаких не доставляет. Весной только обрезаю соцветия. Вырезаю совсем слабые побеги. И оставляю ее. Поскольку климат меняется. И розы, конечно, весна и осень. И если осень уже у нас такая, то только весеннее в основном цветение. Летом уже равно 45+. За 50 даже бывает. И розы практически не цветут. Вот цветет юбилей принца Демонака. Розочка. Цветет, цветет. Конечно, уже в крапинку вся такая. Но цветет. И бетончиков еще на ней много. Но если тепло становится, то, конечно, она еще пышно поцветет. Видите, вся в цветах. Вот здесь у меня мультифлора. Желтая. Вот так вот. Еще вот такой обзор у нас. Еще там цветут розочки. И вот здесь вот еще обзорчик. Такой тоже с розочками. Там суккуленты цветут. Вот такой вот вид. Сегодня вот моросит. Моросит сыро, неприятно, но нужно готовить все к зиме. Вот это тоже у меня беспроблемная гортензия. Видите? Вот как она. Типа бонсай ее сделала. Вот это подниму весной, обрежу, пущу туда повыше. А здесь я полностью оголила ствол. И она растет. Оголила ствол. И она тоже растет беспроблемно. Правда? Это простые цветочки вот такие вот. Но все равно что-то цветет. Это мой зибринус злаки растет. Ну вот. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.